Невосполнимая утрата. Известный скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни. Все дороги ведут к стадиону. На Волжском шоссе укладывают верхний слой асфальта. В железных тисках ларьков улицу Челюскинцев спасает от стихийной торговли. Их мусор встречает с рассветом. Жители Красногринского района жалуются на компанию «Рассвет», которая не торопится вывозить отходы. Три богатыря. В перинатальном центре больницы Середавина сегодня выпишут тройню. Четвертую в этом году. Трагедия для всего мира музыки. 29 августа в Москве в возрасте 38 лет умер заслуженный артист России скрипач Дмитрий Коган. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Дмитрий Коган был прославленным и талантливым музыкантом и многое сделал для развития классической музыки. В 2015 году выдающийся скрипач выступил перед челябинской публикой в рамках проекта «Пять великих скрипок». Коган сыграл на пяти самых известных и дорогих скрипках мира. Также музыкант был инициатором создания международного фестиваля «Дни высокой музыки» в 2004 году. С того времени фестиваль успешно проходит на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске и, конечно, Самаре, где с 2011 по 2013 год. Коган был художественным руководителем Самарской государственной филармонии. Похороны «Маэстро» состоятся в субботу 2 сентября. Альтернативе «Быть» Волжское шоссе во время чемпионата мира будет дополнительным маршрутом для болельщиков. А сейчас на дороге укладывают верхний слой асфальта. Работа проводится по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Что нового ждет автолюбителей на пути от Демократической до Московского шоссе и обратно, выяснил Андрей Горгуленко. Ровной дорогой ложится асфальтобетон. Щебеночно-мастичный. Он крепче, износустойчивее и надежнее обычного асфальта. На Волжском шоссе уже вовсю укладывают верхний слой толщиной 5 сантиметров. На участке длиной чуть больше 3 километров более половины дороги уже в новой одежде. Рабочие признаются, помешать им не может ни движение, ни своеобразный рельеф дороги, который они смогли укротить. Движение организовано как бы правильно, в работе ничего не мешает. В первую очередь устраивалось фрезерование, затем выравнивание крупнозернистым асфальтобетоном местами в один слой, местами в два слоя, в зависимости от профиля дороги. Сейчас укладываем верхний слой покрытия. На Волжском шоссе, кроме верхнего слоя асфальта, сделают барьерные ограждения, установят дорожные знаки и автобусные остановки, а также расширят проезжую часть за счет разделительной полосы. После ремонта на Волжском шоссе появится и то, чего здесь никогда не было. Для пешеходов и велосипедистов обустроят дорожки, ну а самое главное, в ночное время улица теперь будет освещаться. В числе нового и водосток вдоль дороги. Он позволит держать асфальт в сухости, что продлит срок службы верхнего покрытия. Участок сложный в плане рельефа местности и, соответственно, всегда идет водосброс и в весенний период, и в осенний, и в момент, когда дожди сильные. Соответственно, здесь для того, чтобы дорога сбрасывала воду никуда, не попадя, а в определенное здесь запланировано, чтобы был сброс полномерный и запланированный, и чтобы дорога от этого не страдала. На участке длиной почти в 3,5 километра сейчас трудится до 40 человек. Работу обещают закончить в конце октября. Всего в регионе по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 110 автодорог общей протяженностью 163 километра. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Стихии воды и света. В Самаре ремонтируют сразу два исторических фонтана. На Молодогвардейской уже завершается монтаж георгиевской ленты. На следующей неделе приступит к укладке мозаики, а на Красноармейской доделывает фонтан «Красное знамя». Когда же они забьют ключом, узнала Мариана Мирная. На Самарской площади заканчивается монтаж георгиевской ленты фонтана. Выполнена она из стекла, которая гораздо прочнее, чем пластик. Каждый элемент символизирует пять лет, прошедших после Великой Победы. Всего их шесть. Фонтан был установлен к 30-летию Победы и с тех пор не видел ремонта. В итоге сильная коррозия, сгнившие трубы, конструкция проржавела. Именно поэтому фонтан был демонтирован полностью. Установлено четыре новых насоса, полностью заменен весь водопровод, полностью подведено новое электричество от трансформаторной подстанции, заменены все подводящие коммуникации и водоотводящие. Работы завершены уже на 80%. На следующей неделе планируется установка светильников в подсветке струй, светодиодной ленты по периметру фонтана и укладка мозаики на дно чаши. Параллельно с ремонтом самого фонтана идут и другие виды работы в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской в преддверии Мундиале. Обновление происходит под пристальным контролем общественности и очень важно соблюсти поставленные сроки. Полностью завершить работы планируется до 31 октября. Мы посмотрели все сметы, у нас очень четкое, эффективное расходование бюджетных средств. Самое главное, на что обращает сегодня внимание Общероссийский народный фронт, это то, чтобы были соблюдены четко сроки. Наше самое знаковое место, это Самарская площадь, это фонтан 30-летия Победы, который, соответственно, имеет прямое отношение к Самаре, как к городу, который ковал Победу. Мы видим, как он изменяется действительно в лучшую сторону. Безусловно, это знаковое место в городе, наверное, не только для меня, но и для всех горожан. Во-первых, эта композиция была приурочена к юбилею Великой Победы. Ну и вообще Самарская площадь – это одно из любимых мест для всех горожан, я думаю, в том числе и для меня. Новое оборудование позволит создать динамическую световую и водную картину. При распылении водные потоки будут меняться вместе с цветовым освещением. На объекте уже была проведена промывка систем подачи и отвода воды. Форсунки работают исправно. Рисунок мозаики не изменится, а сама плитка будет гораздо прочнее и должна прослужить около 50 лет. Стеклянная мозаика у нас не царапается. Она имеет долговечный срок службы около 50 лет. Имеет такую же цветовую гамму, как и полимер. И поэтому эстетический вид у нас по георгиевской ленте не поменяется. А это уже другой фонтан. Самарцы зовут его трехглавой Змеи Горыныча. Официальное же его название – Красное Знамя. Здесь только что закончился демонтаж. Фонтан был построен в 50-х годах и уже в середине 70-х перестал работать из-за прогнивших коммуникаций и разрушений. Будет бетонная чаша, глубина метр сорок, облицовка все будет гранитом, фонтан будет. Он ориентировочно будет такой же, как и был, то есть форма, я имею в виду. Именно расположение самих струй сейчас на данный момент окончательно согласовывается. Планируется 28-30 точек по периметру. Также планируется устройство подсветки. По договору срок окончания работ – конец ноября. Но подрядчик уверяет, что завершить и сдать объект успеют в конце октября. Работы будут вестись в две смены. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. К ним рассвет приходит не каждое утро. Жители Красногринского района жалуются на неубранной контейнерной площадке, которая обслуживает предприятие с романтичным названием «Рассвет». Поначалу перевозчик справлялся со своими обязанностями, но в последнее время работает все хуже и хуже. Ситуация разбиралась Марина Матвейшина. Кошкам раздолье, людям неприятность. Мусор из переполненных контейнеров разлетается по всей округе. Чтобы пройти мимо площадки, жителям поселка Управленческий приходится ускорять шаг и зажимать носы. И запах, и неприятно мимо этой помойки ходить. Даже в магазин идешь или в библиотеку идешь. И вот это вот все тут на пути. Да вывозят. Я не могу сказать, что он лежит. Но зачастую вот видно или машина занята, или кто-то еще рабочий занятый, не знаю. Мухи, разумеется, что ж. Мухи бывают. И запах, сами чувствуете, какой запах. Такая удручающая картина наблюдается не только в Управленческом, но и в поселках Красная Глинка и Мехзавод. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Контракт с этим перевозчиком заключила муниципальная управляющая компания «Универсал быт» в начале этого года. С тех пор жители забыли, что такое выбросить мусор в пустой контейнер. А сотрудники администрации уже устали выписывать штрафы. Мы ежедневно осуществляем осмотры, контрольные выезды. На сегодняшний день до 10 утра не был убран мусор трехдневной давности. В выходные этот перевозчик не вывозил мусор. Мы составляем протоколы. В адрес управляющей компании направляем уведомления. Штрафуем. Ну, штрафуем управляющую компанию. Но они потом уже взыскивают с перевозчика. Вопрос поднимается на общегородском совещании в мэрии. Поначалу компания «Рассвет» справлялась со своими обязанностями, рассказывает по селекторной связи глава района Олег Комаров. Но в последнее время жалобы на несвоевременный вывоз мусора стали сыпаться все чаще. Ну, видимо, компания добрала объемы сейчас в центральных районах, в Ленинском, в Кольбышском, в Железнодорожном. И просто по статусу, в принципе, у него просто не хватает техники. Контейнерные площадки не убираются по нескольку дней. Тем самым нарушается положение 404 постановления главы города. Согласно ему, перевозчик должен не только вовремя опустошать контейнеры, но и убирать территорию в радиусе 10 метров вокруг самой площадки. Сейчас управляющая компания «Универсалбыт» готова пересматривать условия договора с перевозчиком. Или даже разорвать с ним контракт. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. С товарами на выход в Самаре продолжают ликвидировать незаконные торговые точки. От киосков начали освобождать улицу Челюскинцев. А на свободном месте скоро сделают зону отдыха. О преображении улицы, которая будет принимать гостей чемпионата мира, сюжет нашего корреспондента. Продавец Аллахберди киоск только арендует. Теперь ему придется искать новое место для своего бизнеса. На улице Челюскинцев фрукты и мясо незаконно продаваться не будут. Кран беспощадно, с легкостью, словно рука небольшую игрушку, поднимает в воздух торговый ларек. Дальнейшая судьба всех незаконных павильонов и киосков предопределена. Их отвозят на штрафстоянку, откуда их могут забрать владельцы. В противном случае они становятся собственностью городской администрации. Он должен оказать тот факт, что он является владельцем данного торгового объекта, принести документы, оплатить, возместить ущерб, возместить затраты на вывоз как раз, на простой, который он там стоит. На улице Челюскинцев почти все киоски вне закона, а потому в ближайшее время их всех ждет такая же участь. И тогда жители соседних домов смогут вздохнуть с облегчением. Крысы, мусор, а также у нас, так как у нас здесь нет туалетов, то, соответственно, наши торговцы ходят в большинстве своем в подвалы и в подъезды ближайших домов. И вот это, конечно, тем более у нас здесь рядышком находится контейнерная площадка, куда выносят мусор те же самые торговцы. А это, скорее всего, быстро портящиеся овощи, фрукты, а также мясные обрезки. А если уж рыба чистится, выливается туда, то запах здесь, конечно, ужасно поднимается. После того, как улица Челюскинцев освободится от торговых точек, ее сделают зоной отдыха. Засеют газон и установят лавочки и ограждения. А для пенсионеров-дачников выделят специальную торговую зону. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. На примере Самарской области, возможно, будут учиться повышению производительности труда. Каким образом, расскажет Олеся Карецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Цена на нефть плавно пикирует. За один баррель марки «Брент» дают 51 доллар 80 центов. Курс валют на 31 августа. Доллар 58 рублей 73 копейки. Евро 70 рублей 20 копеек. Подорожали металлы. Цена за 1 грамм золота 2490 рублей. Серебро стоит 33 рубля 12 копеек за грамм. В самарских банках дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 4 копейки. А дороже всего продать за 58 рублей 65 копеек. Аналитики прогнозируют ослабление рубля на период, пока все нефтеперерабатывающие заводы будут проводить подготовку к отопительному сезону. Обычно в это время на товарно-сырьевом рынке наблюдается нисходящая динамика. Туроператоры получат от правительства субсидии для снижения цен на путевки. Это касается внутреннего туризма. Самарская область вошла в число регионов, в которых планируется испытать государственную программу по повышению производительности труда. Вместе с этим будет готовиться пакет мер, которые должны улучшить условия для всего бизнеса и реализовать пилотные проекты особо отличившихся компаний. На этом все. И пусть дела идут в гору. Крыму подходит к завершению Всероссийский молодежный форум «Таврида-2017». Уже третий год подряд на берегу Черного моря собирается талантливая молодежь со всей страны. Актеры, архитекторы, писатели, музыканты. Заключительная смена для журналистов. Всего было подано более 2,5 тысяч заявок. Отобрали почти 300 участников. Самарская делегация – одна из самых больших 5 человек, среди которых двое корреспондентов «Самара ГИС» – Марина Кравцова и Алина Чемерес. Пять дней молодые журналисты совершенствуют профессиональное мастерство. Как и чем живет «Таврида» наши корреспонденты передают с берегов Крыма. Привет, Самара! Из Крыма! Сейчас кульминация заключительной смены Всероссийского молодежного форума «Таврида». Восьмая смена посвящена молодым журналистам и проходят при поддержке Общероссийского народного фронта. И хотя мы находимся прямо на берегу Черного моря, отдохнуть нам практически не удается. Лекции, мастер-классы, дискуссии идут в режиме нон-стоп. Мы уже обсудили основные проекты Общероссийского народного фронта. Дорожная инспекция, генеральная уборка, народный контроль качества за честные закупки и равные возможности детям. Кроме этого, журналистов поделили на три школы – телевидение, печатные СМИ и интернет, где мастер-классы давали руководители и ведущие журналисты федеральных СМИ. Сейчас все знания, полученные во время учебы, журналисты применяют на практике, участвуя в деловой игре. Несмотря на огромное количество лекций и мастер-классов, программа на форуме очень сбалансирована. Каждое утро мы выходим на зарядку. Это обязательный пункт. Причем зарядка не только для тела, но и для ума. Также жители Тавриды обожают волейбол. Мы играем в него каждый вечер, утро, день, в любую свободную минуту. Кстати, свободное время здесь начинаешь ценить вдвойне, так как его очень мало. Всегда заняты спортивные площадки, площадки с турниками, где можно как-то себя активно проявить. Уже была пенная вечеринка, были дискотеки. Всему этому жители форума очень рады. А сегодня мы получили возможность проявить себя на деловой игре. Оценивать нас будут ведущие, руководители и журналисты СМИ. Ну что ж, пожелайте нам удачи. Увидимся в Самаре! Захар, Богдан и Демид в Самаре родились тройняшки. Уже четвертые в этом году в больнице имени Середамина. Их мама стала 22-летней жительницей Самары. Роды начались раньше положенного срока, но врачам перинатального центра, он открылся год назад, удалось благополучно завершить беременность и помочь начаться новой жизни. С новыми людьми на выписке познакомилась Марина Матвейшина. Счастье в тройном размере. Молодая семья Цвященко в один день стала большой, но пока еще не шумной. Три новорожденных богатыря не обращают внимание на радостную суету вокруг них. А по-мужски спокойно посапывают в нарядных конвертиках. Супруги предполагали, что могут оказаться родителями двойняшек. В роду с обеих сторон были близнецы. Но когда УЗИ показало на одного больше, растерялись. Потом, когда я узнала, что будет трое, со мной была мама. Мы решили даже прогуляться по воздуху, когда узнали о такой новости. Конечно, был шок, но потом была безумная радость, потому что это счастье. Беременность протекала спокойно. Единственное, что волновало родителей, это выбор имен. Две недели вся семья вела горячие споры. Долго не могли определиться, как, что вообще. Согласовывали одно имя, другое, третье, там столько имен было, тоже перебирали. Ну, чтобы как бы они вместе хотя бы сочетались. Богдан, Захар и Демид появились на свет раньше положенного срока в перинатальном центре больницы имени Середавина. По весу оказались настоящими богатырями. Два брата по полтора килограмма и третий на 200 грамм полегче. Для 28 недель это хороший вес. Здесь даже дело не в том, что сколько их, а в том, в каком гестационном возрасте они родились. То есть 28 недель, это для тем более тройни, это довольно хороший вес. Это говорит о том, что мама была готова к родам, готова к беременности. И беременность для таких деток протекала неплохо. Всего в этом году в перинатальном центре приняли уже почти три тысячи родов. Из них 70 двойняшек и 4 тройни. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События. Безопасный город в Самарских дворах. Еще три двора получили сертификаты на установку профессионального видеонаблюдения камеры. Появляются там, где жители приняли активное участие в весеннем субботнике и стали победителями программы «Чистый город». Олег Зверев тоже попывал в добротном Самарском дворе. Весь двор в цветах. Ежедневно Алиса Владимировна Кульман тратит по три часа на уход за растениями. Но дело того стоит. Красота спасает мир. А на клумбе встречаются даже уникальные экземпляры, как этот американский лаконос. Цветы это для всех, по-моему, это же отличное настроение. Утром встанешь, цветы и все. Но это для жителей вообще хорошо. Наш двор, видите, какой ухоженный. А со временем цветы во дворе по улице Строителей 27 стали сажать многие. Порядок во дворе жители понимают как всенародное дело. Они участвуют во многих городских программах, благодаря которым появились современные детские площадки и свежий асфальт на дорогах. На подъеме, с музыкой, с весельем, с чалом, с угощениями. Выходим, убираемся. Теперь этот двор станет не только ухоженным, но и безопасным. По итогам месячника по благоустройству принято решение установить здесь камеры видеонаблюдения. Жители стали победителями конкурса «Чистый город». Сертификаты вручил заместитель главы Самары Владимир Терентьев. Профессиональные камеры будут подключены к системе «Безопасный город». Сигнал будет поступать в полицию, где в режиме онлайн фиксируются любые нарушения. Могли участвовать абсолютно все дворы, а критерий оценки был только один. Максимальная вовлеченность каждого жителя в процесс уборки, в процесс наведения порядка и поддержания этого порядка в дальнейшем. Люди сами по себе очень неравнодушны к благоустройству. Отличительная черта этих двух домов, что они очень целеустремленные и всегда добиваются своей цели. Видеокамеры получили три дома на улицах строителей Енисейской и проспекте Металлургов. А всего в этом году наружные наблюдения появятся в 27 дворах. Впрочем, и на будущий год жители уже готовятся к участию в конкурсе, чтобы снова стать победителями городских программ. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. Вместе лучше, вместе веселее. Жители многоэтажки в Самаре провели большой праздник двора. Под музыку и часть пирогами познакомились друг с другом и рассказали о насущных проблемах депутатам, которые тоже участвовали. В общем, веселье на праздники побывала и Марина Матвейшина. Вы все хорошо знаете свои имена. Давайте сейчас на счет. Раз, два, три. Каждый громко кричит свое имя. Дети веселятся музыкой. Играет самовар и кипят. Во дворе 473-го дома по улице Карла Маркса сегодня шумно и многолюдно. В преддверии учебного года решили проводить лето и встретить осень дворовым праздником. Пока дети водят хороводы, взрослые разговаривают о насущном. Тем более, что появилась уникальная возможность задать все интересующие вопросы напрямую депутатам. На празднике двора присутствуют народные избранники сразу трех уровней – районного, городского и губернского. Речь идет о том, чтобы власть, власть реально была здесь среди людей и разделяла и радости, помогала решать проблемы, чтобы власть всегда присутствовала и люди понимали, что есть власть реальная здесь на месте, которая решает их проблемы. Сегодняшним мероприятием мы разбиваем некий такой лед недоверия друг с другом, недоверия между людьми и властью. И можем, оказывается, вместе петь песни, вместе готовиться к школе, вместе общаться, вместе радоваться. Людям праздник, депутатам работа и большая ответственность. Именно здесь, в неформальной обстановке, к ним поступают самые важные вопросы. Это настоящая возможность посмотреть друг в друга в глаза и понять проблемы, которые нас окружают. И принять решение, как бороться с этими проблемами. Задача этого праздника – объединить всех нас, потому что вместе мы сила, вместе мы победим. Изменения уже начались, отмечают жители. Двор начали приводить в порядок. Отношение к людям очень хорошее. То есть площадки стали трудоустроивать. То есть у нас были разбиты, у нас во дворе все площадки починили. Качельки, горки. Вон мы с малышкой ходим с удовольствием. Жители обещают ухаживать за своим двором, чтобы каждый новый праздник был еще краше, еще веселей. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. В аэропорту Курумыч случился ажиотаж. Зал ожидания переполнили спортсмены и болельщики со всей области. В Самаре приземлился самолет с чемпионами и призерами Всемирной летней универсиады. История побед на татаме и водной дорожке расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские студенты сильнейшие в мире по разным видам спорта. Они это доказали лишний раз на 29-й Всемирной летней универсиаде. В копилке сборной Самарской области 10 медалей разной чеканки. Триумфаторов в аэропорту Курумыч встречали родные, друзья, представители федерации и областные спортивные чиновники. Это огромный вклад в копилку развития спорта в регионе, особенно молодежного и студенческого спорта. Это еще раз подчеркивает, насколько хорошо работают наши спортивные школы в Тольятти, в Самаре, в Сызране, потому что это представители различных видов спорта. И у нас на этих ребят очень серьезный план. Они в своем возрасте являются на сегодняшний момент сильнейшими спортсменами нашей страны, а теперь уже и сильнейшими спортсменами в данной категории в мире. Первую золотую медаль в копилку сборной России Самарской области на Всемирной универсиаде принес тэквандист Рафаэль Аюкаев. Еще раз чемпионом он стал и в командном зачете. Это не так уж и просто. Настрой победить был, другого настроя не может быть. Его коллега Борис Краснов тоже выиграл золотую медаль по тэквандону уже в другой весовой категории. Спортсмен до сих пор не верит в свой успех. Он одолел более именитых соперников, чем сам. На татами выходили олимпийский чемпион, призеры чемпионатов мира и европейских игр. Радовали победами и призовыми местами на пьедестале почета на Китайской универсиаде и другие известные самарские студенты. Плавчиха Анастасия Гуженкова выиграла эстафету 4 по 200 метров и стала серебряным призером 4 по 100. Александр Кудашов в этих же дисциплинах взял бронзу и серебро соответственно. Еще один бронзовый хитрик выполнили дзюдоистки Валентина Костенко и Мария Персидская. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok